ПЕСНЯ Представлю всех людей, которые сидят за нашим столом. Начнем с представителя Роспатриота, Центра Росмолодежи, Элина Рыбакова. Ваше благословище. Послы нашего проекта так звучат, потому что девиз проекта «Я любить Россия» — это «Россия, мама, семья и любовь». Автор-исполнитель — Денис Майданов и его супруга, и директор — Наталья Майданова. Ваше благословище. Легендарный рэпер — Легалайс. Солист группы «Градусы», автор и исполнитель — Роман Пашков и его супруга — Анна. Елена Кипер — режиссер и музыкальный режиссер. Солист группы «Нева» — Кирилл Нечаев. Ваше благословище, Сэм. Здесь даже будет все. Цель нашего фестиваля — сформировать в молодежной среде уважительное отношение, в первую очередь, наверное, к своей семье, к родной истории, к культуре, своего народа, любовь к своей малой родине. Участники нашего фестиваля — это молодые музыканты от 18 до 30 лет, или музыкальные коллективы, представители данной возрастной категории, в которых участвуют, которые создают уникальный контент, пишут авторскую музыку на тему культуры, на тему развития патриотизма. Эта музыка — это их часть, часть их жизни, родина — это их большая любовь. 10-13 ноября у нас тут состоится полуфинал конкурса, который будет проходить в Санкт-Петербурге. Мы планируем порядка 150 музыкальных произведений, так как там будут и солисты, и музыкальные группы. Полуфиналисты посетят лекции, мастер-классы. Из них экспертная конкурсия отберет порядка 20 музыкальных номеров, которые отправятся в финал в Москву. Состоится 10-13 декабря. В Москве из них будут выбраны победители из 20 музыкальных номеров. И, наверное, музыка и песни о своих родных, о своей стране, о своих близких — это, наверное, то, что может послужить хорошим стартом для творчества молодого артиста. Мне кажется, что это достойная площадка, чтобы себя реализовать, и чтобы сделать что-то хорошее для своих друзей, близких и для своих сограждан, даже так можно сказать. Участники этого конкурса — это настоящие эмоциональные молодые люди, от которых не требуется никакой специальной нарочитой патриотики, которые просто сами по себе должны быть настоящими героями, людьми с настоящими чувствами, искренними. Да? Как вы считаете? Мы поддерживаем очень тех людей, которые действительно со смыслами придут и сообщат нам что-то важное. У нас ТЭК «Мама, семья, любовь, Россия». Патриотизм не должен быть навязан. Он не должен быть, знаете, такой, на баррикаде встать и помахать флагман. Он должен быть естественным, простым, и порой в песне про виноградную косточку больше патриотизма, чем просто стоять и махать флагман. Поэтому и патриотизм сейчас в нашей стране — время рождения здорового, хорошего патриотизма, который становится модным, по-настоящему в душе модным. То есть не поиграть в патриотизм, а модно любить свою страну. Это так здорово. «Наше молодое поколение называют потерянным. Я так не считаю, мы, наверное, все так не считаем, раз этим занимаемся. И слава Богу, и большое спасибо Роспоматриоту и вообще в целом нашему правительству, что наметилась вот эта положительная тенденция на все-таки сделать патриотизм модным. Не хочется говорить воспитывать молодежь. Молодежь вообще не любит, когда ее воспитывают. Может быть, донести в каком-то виде, на понятном языке, в том, что семья — это хорошо, в том, что Родина — это хорошо. И для того, чтобы семья была сильная и Родина была твоя сильная, нужно самому что-то для нее все-таки сделать». «Я вообще за любые конкурсы, где молодые люди могут себя проявить, показать себя более широкой общественностью. Ну вообще это круто. Тем более патриотический, семейный. И вы говорите, таких конкурсов много, но, честно говоря, я их не особенно замечаю. Поэтому, возможно, вы станете флагманом, и это будет очень круто. Для меня, честно говоря, патриотическая музыка или песня — это очень сложный жанр. Очень много артистов, которые насыщают свою музыку высокопарными словами, но ты слышишь песню, она проходит. Если не вложено немного себя или чего-то большего, чем просто высокопарные фразы, они не прокатывают эту музыку. Поэтому я желаю всем участникам, музыкантам, которые работают в этой сфере, вкладывать немного больше, чем просто слова. Прекрасное начинание, замечательное, как всегда, в принципе, у Лены Кипер. Если она устраивает какой-то проект, то обязательно у этого проекта есть очень правильная человеческая, гуманистическая наполненность. Я поддерживаю его заранее и всегда в ее проекты верю. Очень правильные акценты — любовь, семья, любовь к родине. Могу добавить, что это достаточно сложные темы, потому что к ним нужно относиться особенно трепетно, чтобы песни про любовь не превращались в карамельную попсу, которая теряет искренность и уже навязла немножко. И чтобы патриотизм не превращался в ура патриотизма, а был, во-первых, любовью к родине и не противопоставлением себя всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы очень хотим, чтобы группа Нева также оказалась на английском языке за пределами нашей страны. Для меня, в общем, это очень символичная работа. Сочи-Эливуд. Мы снимали это в Сочи-Эливуде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают 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 И видел свет упавши И я с тобой Я бы не хотел тебя помнить Новыми ударами Знаю, я всегда буду помнить Те дни, что подарили небом И мы невиновны И лететь за мной